Четыре группы сотрудников МЧС начали расчищать места с разрушенными домами в сёлах Акса и Копчегай Баткенского района, а также в сёлах Бурбурдук и Максат Лилекского района. Больше всего пострадало село Копчегай. Многие дома были разграблены и подожжены. «На сегодняшний день в сёлах, где были разрушены дома, начались восстановительные работы. По результатам комиссии, более 320 домов признаны неподлежащими ремонту. Эта цифра, возможно, увеличится, так как работа комиссии не окончена. Подсчёты продолжаются». Работают четыре группы МЧС. Сейчас они ведут работы в сёлах, где больше всего домов подверглись разрушению. Есть частично разрушенные дома, которые подлежат восстановлению с помощью ремонта. Однако некоторые жители просят снести их и построить новые. Это уже будет решать комиссия. Всего разрушенных домов 618. Из них 453 дома восстановлению не подлежат. Остальные 165 будут капитально отремонтированы. В ближайшее время начнётся строительство нового жилья вместо разрушенного и уничтоженного огнём в результате вооружённого вторжения Таджикистана. «Жители попросили построить дома из кирпича. Мы ушли это и разработали проект. Все будут одинаковыми по стандарту». Владельцы разрушенных домов дали согласие на строительство домов. Вопрос уже решается. Сколько составит общая сумма, мы не знаем. Тем временем более 100 тысяч жителей из 140 тысяч эвакуированных в безопасные районы вернулись домой. Тем, у кого полностью разрушены жилища и нет возможности вернуться обратно, местные власти предоставили временное убежище. 25 сентября председатель ГКНБ Камчибекташиев провёл встречу с главой спецслужбы Таджикистана Саймумином Ятимовым. Между руководителями Госкомитетов нацбезопасности был подписан протокол, в соответствии с которым будут отведены войска с ряда пограничных постов и погранзастав на госгранице в Баткенской области. Сразу после этого Камчибекташиев сообщил, что эвакуированные граждане могут вернуться в свои дома.